так всем добрый вечер это с вами михаил лимах вот и сегодня у нас большая часть занятия будет посвящена такому вопросу как дельта и как ее применять вот и в принципе зачем она нужна ее качество как она формируется в общем все деталях но не елена сказала что у вас было частично занятия по открытому интересу поэтому вы видели запись так ведь если не ошибаюсь вот если у вас есть вопросы по открытому интересу вы напишите его пожалуйста сюда если вообще ничего не понятно вот то уделим время открытому интересу есть кто в чате вам отлично люди есть вот отлично то есть давайте сейчас у вадима нет вопросов по открытому интересу у остальных так понимаю тоже вы не стеснялись задавать вопросы может быть что то непонятно давайте минут 15 пока уделю открытым интересам а вот и в общем объясню что это такое итак значит открытый интерес это как бы показатель того какое количество сделок в данный момент открыто на рынке то есть когда вы заключаете сделку и она у вас открыта да то есть это означает что количество открытых сделок увеличивается но не забывайте что в сделках участвуют как бы две стороны байер и селлер так надо нужно держать открытым чат вот то есть грубо говоря когда открывается сделка есть байер есть байер есть селлер как только они заключают сделку сделка открыта они удерживают таблицу да да я могу вам и сбросить вы распечатайте себе и советую распечатать и аккуратненько приклеить где-нибудь возле мониторов чтобы не вылетел из головы что и как по открытому интересу вот я сейчас просто объясню что такое открытый интерес ну так как у вас есть в принципе запись занятия по открытому интересу вы с легкостью можете там разобраться что и к чему итак мы знаем что есть объем сделок да то есть вы уже на занятиях соляный сон знаете что есть объем вот но также есть еще показатель открытого интереса то есть сколько сделок сейчас активных в рынке то есть не закрытых что объем он показывает собственно факт заключения сделки тысячи контрактов куплено продано да но закрыли эти сделки или уже как бы частично закрыли да то есть эта информация объем не несет то есть он несет просто вот в определенной точке куплен на время заплённый интервал был набран какой-то объем также в объем можно разбить чуть ли не по трейдам и анализировать какие сделки прошли в какое время с каким количеством объема вот открытый интерес это как бы показатель того сколько сделок в рынке открыто и его рост снижение открытого интереса абсолютно может как бы подсказывать нам какая тенденция сейчас удерживаться на рынке сделки закрывают открывает вот возьмем например открытый интерес вы можете смотреть в барчарте вот онлайн открытый интерес идет у нас только с биржи форс но это не потому что только такой у нас есть сервис просто на самом деле бежит семье и много бирж не транслирует онлайн открытый интерес поэтому те кто из вас планируют работать непосредственно с российским рынком то большая большая привилегия потому что вот снизу вы видите динамику открытого интереса относительно текущей сессии да то есть вы видите всплеск я имею ввиду вот этот участок здесь было открыто большое количество сделок вот вот эту точку нужно было обязательно заметить обратить внимание здесь очень много сделок было заключено и как видите этот уровень достаточно сегодня хорошенько поддерживали вот то есть да но затем как только рынок достиг определенных уровней как видите сделки резко начали закрывать то есть это динамика количество открытых и закрытых сделок вот и анализируя движение открытого интереса сделки открывают в текущий момент либо же закрывает можно понять насколько текущая тенденция имеет силу либо она уже затухает вот объясню на простых вещах то есть когда у нас идет рост на маркете да например там ртс либо же там рубль либо же пара евро доллар которая торгуется на фальсея вы тоже можете видеться онлайн открытый интерес по этой паре вот либо же нефть бренд там кстати последние два дня просто начали жестко заходить на покупки ну вернее как бы открывать позиции вот главное чтобы вы в открытом интересе никогда не забывали что вот сделки участвуют два две стороны байер и селлер и то что вы видите всплеск сделок то есть там открываются эти и другие но нужно также знать что на рынке еще есть маркет мейкеры которые обслуживают ликвидность плюс когда в определенной тенденции особенно если она однонаправленная если восходящей тенденции идет рост открытого интереса это как бы нам сигнализирует о том что в рынок поступают новые сделки новый кэш но новая ликвидность то есть рынок текущий рост поддерживаются ликвидностью как только рост перестанет поддерживаться открытым интересом либо он будет неизменен либо же снижаться это будет говорить о том что сделки закрывают то есть вы например еще в начале тренды купили и вы держите свою сделку ваша сделка учитывается в открытом интересе пока она открыта как только вы свою сделку закрываете то вы уже из показателя выходите то есть как бы показатель начинает меняться вот снижаться и если это происходит массово вот желательно очень самое интересное движение по открытому интересу свыше десяти процентов желательно 10 15 то и 20 м тогда уже происходит какой то интерес на соборе то есть на рынке массово но не массово частично начинают либо крыть позиции либо выходить поэтому изменения открытого интереса относительно текущей тенденции либо же там на на протяжении определенного времени вы можете считывать очень много информации вы сможете разобраться где открыть позицию то есть если вы видите что текущий уровень сопротивления жестко поддерживают вот как на примере сегодняшнего дня видите здесь 28 590 28 800 не забываем что мы постоянно все анализируем диапазона просто искусственно искусственно потому что очень много сделок набрали потом резко закрыли то есть это либо же одна структура делала потому что так быстро по времени не могут разнонаправленные люди открыть закрыть то есть поэтому здесь как бы больше работала скорее всего либо одна инвест компания или хеджер какой то либо же маркет мейкер но как видите быстро набрали и сразу же закрыли но они создали поддержку на этом уровне здесь действительно была поддержка вот поэтому здесь можно было разобраться можно ли там открыть сделку а вот так же вы сможете анализировать показатель открытого интереса на наличие закрытия сделки то есть если вы видите что тренд который теперь сейчас на рынке находится не поддерживается открытым интересом либо же он снижается то есть если у нас идет рост рынка открытый интерес рост рост потом резко начал снижаться вот на вот этом уже участке который превысил 10 там или 15 процентов вам уже идет сигнал что с этой текущей тенденции что-то не так то есть вы уже а можете оппозицию выводить там без убыток либо же частично закрывать то есть фиксировать часть прибыли вот то есть вы идете в ногу с рынка вот из не опаздываете не пересиживаете не досиживаете то есть с открытым интересом если хорошо высчитывать в нем хорошо разобраться то можно неплохо себя чувствовать в плане там понимания текущей тенденции либо же что будет завтра потому что открытый интерес ну например если взять 26 число по ртс то мы видим что с утра набрали очень много позиций и они практически весь день были открыты буквально как видите немного менялся открытый интерес но нам нам эти мелкие значения значения не особо нужны нам нужны изменения там на 10-15 процентов это показатель открытого интереса относительно дня поэтому если вы будете смотреть за контракт вот это будет выглядеть таким образом то есть текущий день для показателя открытого интереса абсолютно видите то есть он как бы это неозначим хотя обратите внимание сколько было открыто позиции в начале контракта перед ростом уйма просто вот этот весь участок жестко открывали позиции очень много и если бы вы знали эту информацию у вас был этот показатель то каждый из вас который сейчас на вебинаре я знал что там очень сильно открывать позиции то есть чаще всего либо это признак хорошей поддержки в принципе затем этот объем и начал распределяться в покупку вот либо же продолжение тренда тогда нужно было бы дождаться распределение этого объема ниже там локальных уровней поддержки то бишь в районе там сто два четвертый сто двадцать третий то есть туда второй то есть но это 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 показатель открытого интереса на уровне контракта это уже более для позиционных движений то есть уже для более такой общей тенденции также обратите внимание точки поддержки вот я отметил 129 500 130 500 также видите активно были всплески здесь небольшие по сделкам то есть вы видите вы чувствуете как бы вы у вас есть показатели вы видите что эти уровни интересны кому-то кто-то там активно открывает также обратите внимание на вот этот уровень то есть это вот локация которая на уровне 134 400 135 200 плюс 300 ну там 135 300 вот создали достаточно серьезно дисбаланс на продажу и здесь принципе не пустили выше байеров а вот здесь вот поддержка был то есть вернее защита сопротивления было достаточно ведь здесь был небольшой всплеск по активности участников вот поэтому изменение открытого интереса на разных на различных уровнях в зависимости от того какой масштаб временной вы используете может вам многое говорить значит я пробегусь сейчас чтобы не тратить время хотя в принципе если вам это поле тема интересным можем например следующее занятие вместо рыночного профиля посвятить открытым интересу это уже вам решать вот но я вот сейчас буквально вкратце расскажу итак когда самые сильные вернее самые надежные как бы сигналы на то чтобы можно работать с открытым интересом когда идет и идет его рост то есть грубо говоря в рынок заходят открывать позиции открывает много позиций вот вы всегда должны еще отдавать себе счет что показатель открытого интереса учитывает как бы сделку не ее объем а просто одна сделка одна сделка может быть на 100 контрактов одна сделка может быть на один контракт одна сделка может быть на 10 тысяч контрактам для открытого интереса все равно это показать вам просто считывает это все как единицы сколько объем был не имеет значения для него. Это вы должны отдавать себе отчет. Поэтому, когда вы видите, что рынок пришел в какие-то уровни, и показатель открытого интереса находится не на достаточно высоком уровне, то есть много сделок не открывают, а объем идет сумасшедший, то есть вы видите и по левой гистограмме, и по классер-профайлу, и по классер-чарту, вы видите, что в этой точке идет достаточно крупный объем, хотя много сделок нет. То есть это говорит, что единичные сделки проходят достаточно крупные, вот, то есть с крупным объемом. Это первый признак того, что здесь по большей части работают крупные участники рынка, вот, то есть операторы, грубо говоря, там хэш-компании, инвест-компании, банки, то есть их там несколько, да, вот, то есть открытый интерес на низком уровне, но объем идет крупный. Точно так же может быть достаточно крупный объем, идти, открытый интерес просто зашкаливает, и вы даже можете по трейдам посмотреть, и посмотреть, что там особо много не открыли. Но здесь уже сложнее раскусить крупных игроков, потому что они могут роботами высокочастотными размещать хоть по 2-3 контракта, вот, они там в каждую секунду могут размещать, поэтому тут как бы уже такая ситуация. Вот, поэтому как бы сигналы на понимание того, что происходит с рынком, очень более-менее надежные, это когда критинтерес растет. То есть рынок, у рынка есть тенденция, и эту тенденцию рынок воспринимает хорошо. То есть участники и покупают, и продают, но в скором времени те, кто сейчас открывает позиции контртрендового, им придется фиксировать убытки, и, то есть те, кто по тенденции покупали, они получают прибыль, да, вот в текущем примере. Вот, те, кто продавали, они будут закрывать свои убытки, это buy market, либо же buy stop, это все ордера на покупку. Поэтому эти покупатели, плюс еще стопы селлеров, только усилия динамику. Вот, вы часто это будете видеть на графиках. Вот, если взять вам, показать пример, смотрите, здесь открывали позиции с утра, да, здесь как бы был такой первый аукцион между селлерами и байерами. Вот этот первый участок аукциона, здесь начали выходить первые байеры, которые работают достаточно небольшим стопом. Вот, то есть это здесь buyer, которые открывали покупку, здесь начинают выходить либо селл-маркетом, либо же селл-стопом, ну, грубо говоря, это еще одни шорты. Плюс здесь догружают селлеры, поэтому открыт интерес, как видите, особый не упал, то есть вроде как buyer выходит, они закрывают позиции, поэтому открытый интерес должен как бы снижаться. Вот, но он не то, чтобы снижился, он даже набирает обороты, то есть, грубо говоря, еще больше позиции открывает относительно утреннего открытия, учитывая даже то, что количество открытого интереса снижается из-за того, что buyer бегут из рынка. Вот, то есть, если это происходит, то это как бы, ну, хороший признак того, что тенденция продлится. Далее идет у нас третий аукцион, вот мы видим его на участке номер один, третий аукцион, здесь немножко утихомирилась тенденция, то есть здесь уже buyer чувствуют более-менее безопасность, начинают смело открывать. Возможно, часть селеров, которые здесь открывали, украдут здесь, но открытый интерес не падает. Участники работают. Вот, и дальнейшая тенденция продолжается. Вот, до вот этого времени участок номер один, это рост открытого интереса относительно тенденции. Если она нисходящая, то по большей части, если позиции не закроют, то вероятность того, что тенденция продлится высока. Дальше вы видите вот этот скачок на маркете. Вот, то есть этот скачок по большей части был для снятия стопов. Видите, вот этот пик, здесь очень много было открыто сделок, скорее всего, здесь много было открыто шортов, в том же частности, как и покупок. И был вот скачок за стопами. Как видите, после этого действительно тельтинтерес снизился, то есть сняли стопы. И как раз этот аукцион, где соляры грубо говоря победили аукцион, то есть они здесь создали достаточно серьезный дисбаланс, здесь у нас идет хорошее сопротивление. И снижение снова встречает позитивно и открывает позиции. То есть каждое снижение практически на всех участках встречали открытие сделок. То есть это первые признаки того, что тенденция имеет силу. То есть в снижение вкидывают новое топливо. То есть для того, чтобы тенденция была, нужно вкидывать новые позиции. Это более надежный сигнал. Если же открытый интерес снижается, то я напомню, мы выходим, то есть сделки закрываются. Вот. и это признак первого того, что либо там кроет частично позиции, в зависимости от того, насколько показатель интереса снизился, либо же полностью начинает выходить из рынка. Поэтому это для вас тоже первый признак. Либо же частично сфиксировать, либо полностью выйти, либо перевести хотя бы без убыток. И открытый интерес не меняется. Вот этот показатель, сейчас вам объясню. Когда вы держите продажу, то есть я у вас купил, например, рынок снижается, я где-то здесь скрою убытки, и вы в принципе на каком-то участке котировки собираетесь тоже выйти. Но вы получаете, вам нужно выкупить свою продажу, вам нужно сделать какой-то бай-маркет, и ваш контракт забирает новый продавец. Именно новый. То есть грубо говоря, вы контракт передали новому продавцу. То есть для открытого интереса это неизменное состояние. То есть грубо говоря, вы передали контракт Елена Сон. Она тоже селлер, вы селлер. Поэтому контракт не закрыт, вы просто из рук в руки передали контракт. Поэтому обказатель открытого интереса в это время не меняется. О чем это говорит нам с точки зрения как бы как считывать эту котировку. то есть что на рынке нам это подскажет. Вот как на этом примере вот здесь открывали продажи, а вот на вот этом участке уже их начали фиксировать. Грубо говоря, старые участники, которые открывали здесь продажи, начинают контракт передавать новым продавцам, которые например по волне Лиота либо же по Фибоначчи здесь начинают понимать, что нужно продавать. А это как раз лон дня, или надеется, что дальше будет движение, либо пробитие какого-то минимума. Вы видите, что показатель открытого интереса уже не особо меняется, а если бы еще начал снижаться, это было бы вообще первым признаком частично выйти из этой участники, которые раньше зашли в эту тенденцию, начинают передавать свои контракты тем, кто зашел недавно. Грубо говоря, уже начинают скидывать свои позиции. Поэтому вот этот скачок, теперь обратите внимание, здесь очень много продавали и по объему в принципе видно 126, 650, 127, 0. Уже на участке 3 резкий обвал открытого интереса. Что это? Это массовое закрытие продаж и массовые все шорты в любом случае с прибылью или с убытком закрываются покупками. Либо buy stop, либо buy limit, либо buy market какой-нибудь. Здесь пошел очень большой поток buy market и это резко создало коррекцию. То есть дисбаланс buy market массово начинают закрывать. Причем смотрите насколько массово. Видите? То есть в этой точке вы уже даже если в этой вы уже понимаете что продажи либо сейчас полностью развернут котировку. Но желательно чтобы в этой тенденции также были фанаты. Открытый интерес начал расти. Поэтому открытый интерес вы изучите детально. Он вам очень много чем будет помогать. Особенно если вы торгуете российский рынок. вот он очень очень будет вам полезен. А когда открыть позицию? Как долго ее держать? Насколько эта тенденция имеет силу? Закончилось топливого тренда либо не закончилось? Вот например на контракте вот этом текущем я вам просто покажу вы сразу поймете насколько это важно. Видите здесь было открыто очень много позиций и вот здесь уже в принципе начал открытый интерес падать. То есть 18 15 числа вот примерно с этого участка я вам сейчас покажу на каком участке. Да вот 16 числа вот вот этой точке вы уже в принципе были бы проинформированы что начинает вы уже здесь видите это но вы как бы ждете то есть вам хотя бы 10-15% надо вы уже вот здесь видите что из рынка начинают закрывать выводить деньги закрывать позиции в дальнейшем уже просто либо здесь кройте либо здесь либо чистите здесь но не здесь не здесь вы бы не крыли позиции держали бы дальше то есть у вас как бы вот а когда он рухнул бы до вот этой точки то бишь грубо говоря это максимум был как раз ну примерно вот этот диапазон то вы бы в любом случае свою долгосрочную покупку бы либо закрыли на процентов 70-80 либо бы уже искали здесь какой-нибудь селл вот грубо говоря понятно что здесь байры которые в начале контракта неплохо поработали а вот позиции закрыли вот тем самым эта точка была просто либо разворотная для вас либо же очень удачное закрытие долгосрочной покупки как видите активных тенденций сейчас особо нет большого ажиотажа открытый интерес держится на обычном уровне без каких-либо масонских вливаний вот то есть поэтому это еще не начало то есть если вы хотите узнать когда начнется рост посмотрите открытый интерес если он начинает набирать сумасшедшие обороты значит кто-то открывает сумасшедшие сделки и скоро будет тенденция вот это в общем вкратце по открытым интересам есть еще 10-15 процентов от предыдущего максимума если у вас внутри дня есть какой-то процент да там например но сразу скажу что открытый интерес не нужно воспринимать ежеминутно его лучше анализировать там получасу участвовать вот у вас первый час прошел да вот 11 вот у вас и как это интереса середина ну и базовый уровень вот уже поменялось но процентов 10 точно относительно вот этого пика что то произошло позиции закрыли и вернулись в углу грана на на свои зависимости от того к участок как вы следуете все все ясно идем дальше у нас теперь идет дельта итак дельта я просто не знаю какие инструменты вы анализируете поэтому сейчас у нас у нас у нас у нас как считать вечернюю сессию вечерняя сессия несет нам как если вы про открытый интерес по вечернюю сессию да про открытый интерес смотрите открытый интерес по вечерней сессии тоже важен почему потому что смотрите вы видите я например на примере текущего о вернее поддельника текущей недели здесь были набраны продажи шарты а их оставили на целый день после клиринга всегда смотрите закрыли интердейщики сделки либо нет то есть если они начинают массово закрывать позиции то это сигнализирует о чем о том что они не уверены в продолжении тенденции и на всякий случай закрыли либо все позиции либо часть вот так как мы анализируем относительно дня открытый интерес то по большей части здесь идут изменения а либо же крупных интердейщиков да либо какие-то там массовые мелкие трейдеры вот здесь как видите в понедельник буквально немного закрыли позиции на клиринге вечерняя сессия идет с таким же открытым интересом о чем это говорит первое у вас идет информация о том что продажи которые пона открывали целый день оставили на ночь то есть они уверены в продолжении тенденции да и вы как бы уже себя подготавливать и к тому что следующий день я вот сейчас его добавлю давайте включу 5 минут вот он следующий день я числе не поставлю вот вот у нас вечерка и открытый интерес он не меняется то что вечерка снижается открытый интерес особо не растет не падает не обращайте внимания вечерняя сессия не активная по большей части нужно следить за либо снижением открытого интереса либо ростом то есть то что он не меняется просто с с понедельника открыли позиции оставили что у нас происходит на следующий день утром открытие еще добавки то есть вот открывали продажи вот открывали вот эти уровни это было открытие новых позиций что дальше также оставили здесь как видите новичерки часть закрыли сделать то есть видите здесь как бы после клиринга резкий обвал открытого интереса это нормально просто второй день уже идут продажи то есть и вы бы тоже скорее всего на клиринге бы зафиксировали какие-то продажи чтобы пойти купить себе там новые часы какие-то дорогие либо машину вот поэтому вот такое на следующий день принципе было ожидаемо развал разбор полетов можно так выразить вот но на самом деле сейчас ускорили волатильность из-за сирийского конфликта вот поэтому вот если он бывают моменты и он сейчас я не помню какая-то неделя сейчас попробую быстренько когда как раз на вечерние сессии массово начинают открывать позиции да вот вот прошлый понедельник 19 число вот смотрите мнение не перепутал ссоре сейчас вы буквально недавно было это прямо на ночной сессии просто массово открывали позиции вот то есть либо смотрели за за восточным рынком в общем прямо прямо вот скоро закроется вообще сессия даже вечерняя открывали очень много сделать я просто уже не помню этот день столько всего происходит а вот смотрите даже вот этот участок это они это не начинается сейчас что-то я уже забыл где этот день но неважно какой то день вот важно то что у тенденции там либо же поддерживают открытым интересом либо нет поэтому вечернюю сессию просматривайте как либо ставили позиции на завтра значит у тенденции есть шансы да на продолжение либо полностью закрыли позиции и как бы ожидают следующего дня точно так же в принципе вы должны поступать так я так понимаю переходим к дельте да по открытому интересу вопросов нет окей итак дельта начнем с того что такой объем это байер купил пять контрактов у селера селером пять контрактов продал мы видим данные о пяти контрактах как вы думаете куда пойдет объем никуда просто произошла сделка вот и объем не несет информация направлений то есть куда будет ближайшее время двигаться котировка если в принципе было так то я думаю либо биржа бы не давала просто нам такой информации даже за деньги которые мы платим либо же там скрывали бы как-то вот поэтому как вообще формируется тенденция да либо там тренд еще называют просто нужно как бы такую концепцию себя в голове удерживать и у меня например есть на покупку 5000 контрактов не важно чего там мы сэнпи вас рассматриваем либо ртс вот у вас у всех вместе есть примерно 45 тысяч контрактов на продажу вот но и здесь там по 10 по 20 неважно вот то есть я выставляю свою заявку вы забираете у вас остается 40 тысяч вы требуете еще встречного ордера нет такого крупного да есть там по 100 по 500 по 200 по 300 и грубо говоря котировка начинает искать нового байера новый байер найдется ниже да то есть действия 5000 кто-то купит там кто-то 5000 купит и вы вот таким образом начинаете создавать тенденцию на продажу то есть у вас объем количество значений намного больше чем у контрагента то есть у вас есть запрос на 40 тысяч а есть спрос всего лишь на 5000 понятное дело что патрубка будет искать нового покупателя то есть будет снижаться цена вот но сам объем не несет информации то есть поставщика нет информации куда этот объем потому что сделки участвуют как бы и тот и тот прошла сделка 5000 контрактов на что-то купил эти 5000 а кто-то продал но если продавцов по 5000 контрактов больше чем покупателей значит тенденция будет на снижение вот но дельта каким образом дельта фиксируется как каким образом она у нас как бы применяется значит по направлению тика вспомните когда вы открывали позиции ну там неважно в каком терминале если вы покупаете нажимаете buy вас исполняет по цене каско похуже цене грубо говоря если вы продаете вас будет исполнять по цене хуже по ближайшему беду вот то есть у объема у сделки если например тик двигался в сторону аска то объем маркируется как асковый если объем ну грубо говоря тик двигался направление тика было в сторону беда его маркирует программа как бедовый объем обычно тик двигает агрессор чаще всего это рыночный ордер то есть грубо говоря buy марки либо sell марки если будет действовать лимитка а я буду вызывать buy market то направление тика тика чаще будет идти каску вот поэтому дельта высчитывается по направлению тика а буквально недавно появился поток вот объему присваивается агрессор то есть это был действительно buy market либо sell market то есть еще более чище информация вот таким образом мы можем наблюдать дисбаланс buy market и sell market нужно во первых отдавать себе отчет и понимать что это программа считает направление тика это не как бы информация прямо с биржи либо же там действительно так и было направление тика то есть это идет как бы подсчет мы подразумеваем это именно так вот это могут быть стопы это могут быть выход из сделки это может быть открытие сделки это может быть частично закрытие сделки там происходит все что угодно вариантов несколько вот поэтому а во первых только какие то аномальные отклонения по дельте желательно воспринимать более-менее как за хорошую информацию вот и понимать что чем меньше интервал у дельты да если вы будете смотреть секундную дельту то секундная дельта вам не подскажет общий дисбаланс да я обычно смотрю 15 минут вот либо же 5 то есть меньше 5 нет смысла уже смотреть вот это для того чтобы смотреть что вот в данный момент на картине происходит вот есть желательно можно посмотреть за день вот либо за 30-60 минут вот наиболее плохо читабельные по дельте это валютные фьючерсы потому что там во первых очень много мелких трейдеров участников рынка вот потому что они очень волатильны и на мелком лоте можно неплохо заработать на S&P например с одним контрактом ну как бы много не заработаешь а так как люди хотят проценты и сейчас и сейчас хорошо жить вот они как бы ведутся на поводу волатильности идут как бы на рынке которая более волатильна вот поэтому на валютном рынке очень много мелких контрактов которые создают как бы немножко как бы такую более ложную информацию о том какое состояние у дельты вот то есть дельта во первых используется не как основ не основополагающий сигнал на открытие позиции лишь как дополнительный то есть я не применяю дельту вот я вижу дельту на продажу значит я продаю нет она в комплексе всего пазла как дополнительный пазл то есть из всего понимания там процентов 10 только да вот действительно да идут дельты действительно дельты идут на продажу так так да то есть не это не фундаймон для открытия позиции а это лишь как понимать примерно вот видеть действительно так ли это или нет плюс дельта может подсказать сняли листопы либо же открывают либо же тенденция усиливается то есть это еще тоже тоже как бы очень много чего помогает сейчас вы увидите с 15 минут интервал type по паттерну дельта по гистограмме нижняя это дельта процентов я сейчас объясню какие здесь есть параметры значит нижняя гистограмма полиум гистограмм в режиме объем вы видите суммарный тотал объем по каждому паттерну это вам тоже нужно потому что вы должны понимать какой объем за 15 минут вообще прошел ликвидность падает либо же растет эта информация тоже очень важна и полезна дальше идет дельта просто то есть здесь вы видите дельту между видом и аск вот здесь как видите а еще хотел напомнить забыл забыл постоянно программа направление тика то есть buy market касков фиксирует как каск вот поэтому асковые объемы вы должны себе подрисовывать зеленым цветом а бидовые красным примерно как у меня здесь но мы сейчас ее рассмотрим эту панельку по настройкам вот значит то есть грубо говоря обратно то есть обычно считают что аск это очень много продаж а бит это очень много покупок на самом деле здесь считается по направлению тика если тик двигается к биду значит это был салмаркет поэтому мы его подкрашиваем красным но настройки могут быть совершенно другие то есть это мои настройки по цветовой гамме по параметрам я могу с вами ими поделиться по некоторым фьючерсам итак дельта то есть вы видите что здесь между бидом и аскам было большое количество дельты по биду то есть по аску здесь она подсвечивается зеленым цветом то есть вернее по биду вот также вы здесь можете видеть значения вот эти вот эти значения вы уже это по сетапу который открывал мы сейчас их тоже рассмотрим вот здесь вы видите да большое количество паттерна паттерны на 14 тысяч контрактов больше покупок было здесь на 5706 контрактов больше было покупок то есть вот у нас два паттерна если мы выберем бидаск да то есть вот здесь вот в паттернах будут две колонки бит и аск то есть объем был в сторону бида либо в сторону аск аск это можно сделать и здесь также вот вы видите сразу значение без дельты сколько было контрактов по биду сколько по аску то есть мы видим что по аску было 34 тысячи контрактов по биду 29 тысяч контрактов разницу считает дельта вот здесь она указывается зеленым цветом как в покупке то есть было в большую сторону асков вы видите что самые ликвидные паттерны вернее должны понимать что в какой ликвидности вы просчитываете биды и аск то есть вот сейчас видите последние 15 минут больше преобладает целый маркет в принципе там вот два паттерна вроде как пытаются снижаться вот в 10.00 были достаточно неплохие покупки но это также могут быть и и и стопы либо же закупки но сейчас пока об этом чуть попозже и так дельта то есть вот снизу у вас идет гистограмма что в этом паттерне больше преобладало либо же покупок либо же продаж вот желательно присматривайте когда идет тенденция видите вот здесь вот по большей части преобладали продаж так как это европейская сессия здесь ликвидность меньше вот поэтому по сравнению с этим показателем видите здесь вроде как немного но здесь постоянно преобладала тенденция на салмаркет то есть грубо говоря направлением в сторону беда вот поэтому пока она присутствует да если вы здесь где-то открыли позицию вы видите что пока все вроде еще норме идет вот здесь вот здесь вот здесь а вот тут уже появились первое первые покупатели вот здесь видите хотя котировка еще снижалась но это вот уже первый первый звонок пошел вот здесь там 6.15 пошел первый звонок 6.30 уже опять продавцы это могли быть стопы после покупателей вот и уже в 7 часов видите вот пошли два таких достаточно уже уверенных и они начали расти и в принципе и как бы бай маркеты уже так так же вот у нас уже пошли на хорошем дисбалансе поэтому вот здесь вот в принципе на вот этой территории котировки вы уже могли свою позицию частично прикрывать либо полностью выходить там перед американ вот как видите дельта только что была более менее большая на продаже сейчас у нас снизилась практически до нуля нулевая дельта говорит о том что и тех и тех да и покупок и продаж ну грубо говоря нуля в зависимости от инструмента вы должны себе только отклонения по дельте вам действительно интересно вот если вы например не хотите считать отклонения по дельте насколько вам интересно относительно средней ликвидности там по 15 минутам по 5 минутам по минуте вот вы можете выбирать себе режим дельтов проценте То есть, это на сколько процентов дельты в ту или иную сторону больше. То есть, мы видим здесь 7.30 на 53% из общего потока ликвидности было больше продаж в этой точке. Вот здесь было в этом паттерне на 8% всего лишь больше покупок. Но это 8% из большой ликвидности. Поэтому вы должны понимать процентное соотношение, значительно какого объема идет. То есть, если мы берем 10% из 10 тысяч контрактов, либо мы берем 10% из 1000 контрактов. Показатель 10% и там, и там, но ликвидность там совершенно разная. Ликвидность тоже нужно учитывать. Чтобы не запутаться в этом, либо же действительно вам это очень надо, вы берете просто Volume, Delta. То есть, здесь идут две колонки сразу. И объем, это зеленый. Чуть ниже маленький идут проценты. Но если вы наводите, у вас идет вот такое вот значение 89.910. Это total объем по 15 минутке в паттерне. То есть, общая ликвидность по 15 минутке. И 0.91 это разница дельты. То есть, она здесь нулевая. Вот. То есть, здесь вот, например, на 8% больше. Желательно, если дельта превышает хотя бы 10% из общей ликвидности. Это, в принципе, неплохо. Если она там практически нулевая, либо 5%, это не особо серьезное значение. Но даже нулевая дельта в некоторых случаях дает подсказки. Если не ошибаюсь, вот сейчас на евро были такие моменты. Вот здесь, как видите, были большие закупки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Немножко как трога выросла. Но после 10% пошел продавец сильный, как видите. Вот. Значит, смотрите. Сейчас я стакан отключу. Мы видим, что с 8 часов начал сильно работать продавец. Практически там на 15% за 30 минут в каждом паттерне у него были больше продали продажи. Мы также это видим и здесь в каких-то точечных моментах. И здесь вот нулевая дельта практически. Вот. Что может, почему там может быть нулевая дельта? Как видите, вот скорее всего будет идти дальше снижение, потому что уже час продавец практически постоянно на рынке присутствует. Вот. Потому что, давайте так сделаем. Те, кто здесь покупал, да, они могли там заталиваться. Вот. У них, так как было движение очень резкое, так как это волатильность 8.30, их не покупки закрывались стопами, селл-стопы. А это рыночные ордера на продажу. То есть, поэтому количество покупок, которое там было, по большей части там выходили те, кто лишние, либо же у них были покупки здесь открытые, а здесь срабатывали селл-маркеты. То есть, дельта здесь нулевая. То есть, здесь было, ну, как бы очень много стопов. Вот. Вот эта дельта сейчас, видите, на 74%. Не нужно сразу паниковать. Просто начался новый интервал. Буквально первые 2-3 сделки сначала дельта вот такая высокая. Ну, там после 2-3 минут она не могла устаканиться. Вы должны понимать, вот, что какие-то аномальные дельты должны сопровождаться действительно какими-то уровнями поддержки. То есть, вы не из воздуха берете эти уровни, а работаете с ними. С вспомогательными уровнями поддержки, зонами минус развития, открытым интересом, ядром дня, недели, контракта. То есть, это все должно быть в комплексе. То есть, дельту не нужно воспринимать как фундамент для принятия решения. Это как вспомогательный фактор. То есть, если дельта приближена к нулю, то открытый интерес должен упрасть. Ну, не факт. Это дельта отображает направление тика, а не сколько сделок открыто, либо же закрыто. Открытый интерес может там и не измениться. Вот. Вот. То есть, это совершенно два других понимания. Но, если вы видите по дельте, что, например, здесь была достаточно позитивная дельта, то есть, вы видите, что были большие закупки. Затем дельта, вернее, котировка снижается. Да, то есть, и здесь начинает дельта уже не позитивно идти, а или в нуле, либо же даже вообще отрицательная. То, по большей части, вот это снижение было направлено на снятие стопов. Либо, ну, то есть, грубо говоря, те покупки, которые были здесь открыты, здесь сработали селл-стопы. То есть, те, кто здесь закупались вторично, и те, кто здесь потерпели от убытков, дельта все равно не покажет здесь преобладание байеров. Так как байеры, в принципе, могут задариваться здесь, здесь, еще и в третьем паттерне они могут купить. Но вот здесь вот дельта может быть в нуле, потому что байеры, которые открылись здесь, здесь выходят по селл-стопам, а эти селл-стопы забирают новые байеры. Поэтому здесь чаще всего, может быть, то есть, это не в каждом из случаев, может быть дельта нулевая. И вам будет сначала казаться, что здесь как бы ничего не происходит, но на самом деле здесь все стопы, которые были, поглотили байеры. И вот буквально следующий паттерн уже показывает действительно преобладание байеров на 14-47%. Вот здесь как бы, в принципе, вы дали такую небольшую покупку. Вот. Что еще в дельте будет вам полезного? Значит, значит, type delta, это вот этот параметр, это как отображается паттерн, то есть, вот эти цифры. Вы их можете в режиме объема отображать, можете в режиме дельты, либо дельты в процентах. Дельта в процентах на каждого из цене нет смысла смотреть. Это я вам как опытный трейдер говорю. Bidask, ну, вы увидите там 41 контракт, тоже нет смысла наблюдать, то есть, такую вот ситуацию. Объемы дельты также. Я бы вам рекомендовал здесь, в режиме объема, рассматривать котировку. Вот этот. То есть, вы видите здесь объем, непосредственно вообще объем. Вот. То есть, не разделенный на Bidask. А вот уже дельту снизу уже смотреть, либо же дельта в процентах, но для более качественного понимания, то есть, вы должны смотреть ее дельта, то есть, объем с дельтой процент. То есть, сравнивать, какая ликвидность, то есть, это процент от какой ликвидности. Вот. Это очень важно, потому что, может быть, как видите, здесь 20%, вот, здесь 20%, но ликвидность там всего лишь 4000 контрактов. Здесь 19000 контрактов и 2%, здесь 14000 контрактов и 5%, а здесь всего 4%, но там 20%. Вот. Поэтому процент от какого объема, также нужно учитывать. Либо же просто в дельте. Вот. Можете смотреть вот таким образом. На 1300 контрактов, либо на 900 контрактов, либо на 920 контрактов. Вот. Кому как удобно. Это по дельте. Также можете следить за кумулятивной дельтой. Это дельта, которая суммирует по каждому паттерну дельту. Да. То есть, грубо говоря, начало дня у нас было дельта 135, потом следующий паттерн уже 154 и какие-то участки у нас уже начинают больше total. Грубо говоря, пока идет день, там, в зависимости от того, какой вы отрезок указываете. Здесь либо там за неделю, либо за 5 дней. Как вам удобно. Но я бы советовал анализировать либо же с предыдущим днем, либо текущий день. То есть, вот если с предыдущим днем сейчас посмотреть на евро, то смотрите, какая была ситуация. Вот вроде как набирали покупки вчера. Видите? Дельта, кумулятивная дельта со вчерашнего дня была в покупках и их держали. Вот. И здесь она резко начала падать. Вот она у нас уже под открытие сегодняшнего дня. Еще там она на азиатской сессии более-менее продержалась в нулях. Только открылась Европа. Дельта плюсовая, грубо говоря, на покупке начала кумулятивную резко падать. То есть, здесь начали открывать шрафты. То есть, эту информацию вы также можете увидеть, в принципе, и анализируя кумулятивную дельту сегодня. То есть, вот у вас открылась Европа и пошел набор продаж. Вот здесь, видите, это тотал. Грубо говоря, тотал на каждое состояние текущего паттерна. То есть, на текущее состояние тотал 52 в нуле. То есть, за весь день вот сейчас ситуация по тотал в нуле. Грубо говоря, вот эти продажи, которые были, плюс вот эти покупки, которые были сейчас по нулям. Кумулятивная дельта. Вот вы видите участок, где дельта кумулятивная была на максимальном уровне. Вот здесь вот. И резко она начала падать. То есть, понятное дело, что здесь поработали немножко байеры. Уже вот здесь вот. Поэтому вот такая вот пошла тенденция на рост. Затем опять кумулятивная дельта перешла на сторону продавцов. То есть, у нас идет больше уже продаж. И котировка действительно снизилась. И вот сейчас кумулятивная дельта в нуле более-менее побеждала. Чисто учитывая, что ликвидность вот этой сессии плюс ликвидность американской сессии, то сейчас ликвидность, грубо говоря, если брать чисто американскую, то больше дельта идет на покупку. Если я сейчас включу просто открытие Америки, то кумулятивная дельта вот на таком уровне сейчас идет. Это вот Америка. Она по большей части набирала покупки. Сейчас немного вышли. Вот такая вот ситуация. здесь зеленый цвет. Смотрите, если вы, например, теряетесь либо же путаетесь, смотрите, у нас идет вот бит и аск. Снизу цвет вот аск. Видите, колонка слева бит 5568 контрактов, справа аск 5723 контракта. Вот у нас 9,15. Если вы ставите просто дельту, у вас значение 155. То есть, грубо говоря, от господи, я уже значение забыл эти, где они там. 5568 и 5723. Вот у нас такое вот значение. По биду 5500, по аску 5723. То есть, от аска отнимается бит. И тогда у вас плюсовое значение, если больше асков. И наоборот, если бидовое значение, больше бидов. То есть, вот так вот. Теперь давайте к настройкам. Это фильтр сетап. Вы его можете вызывать здесь в сетапе Volume Limit, либо же правой клавишей и Volume Limit вызываете. Вот. Вот. Disable, enable. Это, как видите, здесь два блока. Первый блок это чисто фильтрация по объему без дельты, без аска, без бида. Второй блок, как видите, это все, что касается бида. Я бы вам советовал непосредственно в кластер-чарте использовать только дельтовый блок, потому что кластер-профайл вы можете по объему смотреть на втором и третьем мониторе. Это чисто совет. Теперь Max Volume, High Volume. Я думаю, что вы о занятиях про эти параметры уже с Еленой поговорили. Здесь я не думаю, что там что-то сложное есть. Вот. Bit Volume. И колонка вот этот первый блок. Bit Volume, Max Bit Volume. То есть вы выставляете параметр по цене. Если Bit Volume превышает 500 контрактов, то я себе ставлю сразу красный цвет. Объем по биду, то есть направление тика к сторону бида, то есть Sell Market. Поэтому я себе ставлю красный цвет. И Max Bit Volume. То есть максимальный бид в паттерне. Так как это 15 минут, вы должны параметры выставлять для 15 минут. Эти параметры для евро, поэтому можете их себе заскриншотить, либо же потом в записи нажмете на паузу, поставите себе программу это не так уж и не обязательно сейчас это делать. Запись идет, я думаю, она сохранится. Если что, тогда я вам просто напишу в скайпе, если не сохранится запись, то и Ask Volume, и Max Ask Volume. То есть если Ask на больше 500 контрактов, значит, у нас идет зеленая подсветка. Но что я вам скажу. Вот этот блок я не применяю пока что. Почему? Потому что сейчас я вам могу продемонстрировать. Мы выбираем Type Delta. и, например, смотрим вот сюда. Я вам сейчас увеличу. Вот, видите? Хорошо видно, например, да? Значения 219 и 246. Видно вам, да? то есть, грубо говоря, по биду прошло там 219 контрактов, по Ask 246. Если бы у вас фильтр стоял подсветить бид или Ask, если превышает 200 контрактов, то у вас здесь на уровне будет подсвечиваться больше Ask. Но значение там буквально на 20-30 контрактов разница. А на том незначительное. То есть, вас такой фильтр может немножко загнать в заблуждение. Он там недопроектирован, грубо говоря. Вот. Да, может быть действительно разница больше в беда, поэтому я больше применяю вот этот модуль там, где идет дельта. То есть, разница. Если действительно разница превышает, тогда да. Но я вам все равно расскажу, чтобы у вас было понимание того, какие настройки здесь и к чему нужны. То есть, Maskbit, Maxbit это или MaxASK. Если вы укажете значение, то он будет искать максимальный бит и ask в паттерне свыше этого значения. Либо же если ставить 0, то просто будет искать максимальный. Точно так же и бит. А это вы просто себе фильтруете, где было больше бита либо же ask. Вот. То есть, если сейчас я это включу, вот у нас идут параметры. Видите, зелененький, такой, чтобы хорошенько вас порадовать. даже не знаю. вот смотрите. Видите, здесь 552 и 408. Я думаю, вам всем хорошо видно. Подсвечен он как продажи. То есть, здесь было больше объемов, которые шло в сторону битв. Но разница между ними буквально 50 контрактов. Всего лишь 50 контрактов. Не 500, не 1000, а всего лишь 50. 50 контрактов, я думаю, что если вы все объедините счетами, то можно все, я думаю, открыть 50 контрактов, если вы, конечно, считались. Вот. Поэтому разница не такая же уже и сильная. Где 150? А, 150, да, извините, господи, я уже, для меня 508 показалось вот здесь. Вот. Да, 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 я подумал, что здесь 508. Вот. Но здесь как бы можно встретить такие значения, когда между ASK и BID небольшое значение. Вот здесь вот, например, вот здесь, например, 4 контракта и 442. Да, то здесь понятно, что действительно было больше как бы ASK, да, больше покупок. То здесь действительно разница. Вот. Поэтому если вы будете этим фильтром пользоваться, то есть видите, здесь больше, даже если взглядом так взглянуть, то на Америке вот я вот так использую, мне остальные цифры не нужны, мне главное вот эти вот фильтрыки. Остальные цифры мне они абсолютно нужны. Если там нет такой ликвидности, как мне надо, свыше, свыше среднего, да, то они мне, в принципе, здесь больше как бы и шло покупок. Действительно, они пошли. И котировка, видите, уже начинает потихоньку меняться в дельту. То есть здесь вот 10.45, там была действительно дельта, вот здесь более-менее в нулях, вот. Вот сейчас потихоньку начинается. Ну, посмотрим пока что. Пока что идет вебинар. Вот. Это лимит, вот этот непосредственно. Вот. То есть вы подчеркиваете какой был бит больше там или баск. Но нам нужен дисбаланс, да, то есть в принципе дисбаланс он и как бы управляет рынком. Дисбаланс объема, дисбаланс спроса либо приложения. Вот. Поэтому нам по большей части нужен показатель дельты. Здесь maxbit я ставлю 0. Можете ставить какое-то там сверхзначение. В принципе можно ставить 0. И бит дельту по евро для 15 минут. Не забываем, что это дельта для 15 минут. Для 5 минут будет меньше, потому что меньше времени накапливается дельта. Вот. Это вы себе уже сами сделаете. Это будет для вас домашнее задание. Вот. И ask дельта дельта Вот. Я сейчас включаю. И у нас вот здесь вот если здесь выставить 5000, чтобы не подсвечивались даже 50 тысяч вот здесь. Максимально ставить просто, чтобы их точно не подсвечивалось. Значит всем то в базовом курсе сразу говорю домашнее задание. Я сейчас дам для некоторых инструментов настройки по 15 минут. Вам сделать для 5 минут, чтобы там анализировать. Либо же для своих инструментов. Вот. Для того, чтобы сделать для своих инструментов вам нужно разобраться, как высчитывать среднюю ликвидность, либо же научиться выставлять себе параметры. Мы сейчас видим на евро много баймаркетов. Вот. Прям 8. С 8.45 по 9. То есть. Буквально здесь пару раз проскакивали продажи. Но это стопики. По большей части стопики. Затем подгружали еще. Еще. Вот. Из-за параметров вы можете себе либо же сделать меньше параметры, чтобы например картина была вот такая. Чем сильнее параметры, тем как бы у вас будет дезинформация. Вот. И то же самое время, если у вас будут слишком мягкие параметры, то у вас будет слишком много показателей и вы уже будете как бы реагировать практически на каждое движение рынка. будет тоже суррогат понимания того, что происходит. Это для евро. РТС. Показатели для РТС. Тысяча. Тысяча. Вот. Мы ставим РТС. Вот. Мы видим, что закрытие покупали перед клирингом. Купили на максимуме. Вот. Сейчас подождите. Да, все правильно. Вот сразу в это стопы срабатывали. Видите? Вот. То есть вот у нас продажи были. Но то же самое вы должны понимать, что там тысяча это параметры такие более-менее выше среднего. Вот. То есть если вы мягче поставите, то понятно картина будет веселее по фильтрам. Вот. Поэтому если вы видите крупные какие-то продажи по дну дня, то по большей части это в основном стопы срабатывают. Особенно если до этого были какие-то крупные закупки. Вот. Это ПРТСу параметры. Я просто вот подсвечиваю. Вы потом на паузу на видео просто будете нажимать и вам не особо там нужно будет мучиться переписывать. Это для фунта. Вот. Давайте рубль вам тоже. Я думаю, рубль торгует много кто. Это для рубля. Опять же, здесь можно немножко больше 1700 поставить там и там. Параметры остальные то же самое. Это мои параметры. Каждый для себя уже старается. Это параметры для нефти, но здесь по большей части нужно 50 выставлять, 150 по дельте. Почти танкер. Так, возьмем с нуля. Что там творят. А, Еще. Эти параметры, особенно те американские фьючерсы, это параметры для американской сессии. Дельта для американской сессии. У нее ликвидность одна, у европейской сессии ликвидность своя. Поэтому вам домашнее задание, еще если американские фьючерсы сделать себе для европейской сессии, она по ликвидности меньше. Грубо говоря, берете среднюю статистику по 15 минутам по цене. Берете примерно 25% от общего, какие в основном ликвидности по 5-15 минут. Ну и бедаск, это значит половина того, половина того, примерно около середины, но нужно брать чуть-чуть выше. там в принципе ничего сложного математически. Это нефть и давайте золото вам включим. Видите, ликвидность по золоту не такая уж и крупная, 70-70, ну я там до 90 могу поднимать в зависимости от ситуации. Вот такие вот показатели. Для S&P, давайте, вдруг кто-то из вас S&P торгует по 3 тысяч. Так, выделим некоторое время на вопросы. Слушаю ваши вопросы. В принципе, материал по дельте я вам дал. Давайте, пока у вас есть свежие вопросы, какие-то мы попробуем сейчас разобрать. Если потом появятся, то на следующем занятии в пятницу непонятно, как определять ликвидность в смысле. Смотрите, вот у S&P есть три сессии. Европейская, когда торгуют европейские биржи, в 8.30 открывается американская биржа, да, она там до 16, до 15.30 работает, потом торгуют в основном восток, азия. То есть, три этапа. Американская, европейская и азиатская. У каждой S&P своя ликвидность. У американской самая высокая, потому что это торгуют американские биржи. У европейской средняя ликвидность, меньше, чем у американской, азиатской, вообще маленькая ликвидность. Точно так же, как на РТСе, есть дневная сессия и вечерняя сессия. Ликвидность у них разная. Поэтому ликвидность для европейской сессии намного меньше. Вот, например, смотрите. Сейчас у меня стоят параметры отображения в паттерне по объему. Какие мы видим цифры? 12 тысяч, 9 тысяч, 6 тысяч, 10 тысяч контрактов за 15 минут по одной только цене. теперь смотрим европейскую сессию, ну, хотя бы, когда она уже начала торговаться. Ну, вот, 3.30. У нас, например, с двух ликвидность поднимается. Сейчас 45. Вот, 1500, 1400, 1600. То есть, ликвидность очень отличается от американской сессии. Значит, и параметры для европейской сессии, если вы торгуете именно в европейское время, совсем другие, намного меньше. Точно так же, как для азиатской сессии. Я не понимаю, что именно непонятно, как определять ликвидность. сессии. Параметры фильтра вы бы вам показали, а как подробовать эти параметры, нет. На основе еще убрать, например, ProRTS 10T контрактов или 5 контрактов. 1000. А, в этом плане. Сейчас вам покажу. Смотрите, есть такой модуль VolumeSearch. Он у вас есть в компонентах. Вы берете, например, RTS. Интервал. Желательно брать с начала контракта. Если вы хотите ликвидность в среднюю, примерно определить по RTS за интервал 15 минут. Вот у вас есть 15 минут. Вы можете выставлять 5, 10, 12, желательно 15 минут. Шаг цены ставим минимальным. Time за весь день. Либо можно дневную сессию, вы отрезаете до 19.00, либо же только вечернюю сессию, вы ставите здесь с 19.15, с 19.10 и до вечера, 23.49. И нажимаете Apply. Итак, у вас есть статистика. Для этого и нужны статистические модули чтобы понимать, какой вам нужна параметра для какого инструмента. Очень много ребята, сейчас справкурс идет, и ребята очень много работают со статистикой. Статистика различная. 5 минут одна день по дельте, по ликвидности за сессию, по цене, по открытому интересу. То есть, без этого вы будете так, как... Это все равно, что вроде как, знать, пользоваться приборами в самолете, но на какой высоте лететь, не знаю, потому что я не знаю сейчас текущую высоту на дурнем море и какое расстояние до земли. Понимаете, то есть, это все нужно как-то собрать в одну кучу. Дело в том, что там-то и построен весь объем, что нам нужно наблюдать, когда идет дисбаланс ликвидности. А нам нужно понимать, когда этот дисбаланс наступает. То есть, если у нас идет, например, постоянно там total по дню там, да, миллион двести контрактов по оборот, и вчера, например, было там, к примеру, 800 тысяч всего лишь, то есть, ликвидность так нормально упала. Вот. И когда вот этот вот дисбаланс происходит. То есть, если вы не понимаете среднего хотя бы, то есть, поэтому вам со статистикой нужно работать. Я вам сразу предупреждаю, не будете работать со статистикой, ну, будете как немножко в тумане как бы находиться. Параметры неправильные, то есть, вы не будете понимать, на этой неделе ликвидность выросла либо упала, то есть, относительно от предыдущей недели всего контракта, года. То есть, это все нужно как бы, ну, это уже на более таких, это не базовый курс, это уже снятие намного мощнее. Итак, вот у вас статистика. Даты, цены, объем по цене максимальный в паттерне 15 минут, общий объем за 15 минут, размер бара и количество трейдов, то есть, сколько было трейдов. вы фильтруете максимальный объем, то есть, это максимальный объем в 15 минутке, то есть, ну, как бы, и мы видим, что у нас были, ну, это, мы считаем, как, да, супер-супер, да, по 10 тысяч контрактов, но их немного, видите, здесь буквально, там, 8-15 минуток за весь контракт. Понятно, что если мы поставим параметр в 10 тысяч, то это, как бы, ну, слишком уж жесткий параметр, поэтому нужно брать, примерно там 30 процентов от общей массы, то есть, там, если здесь показатели 2000, ну, примерно там на 200-300 показателях уже можно там какие-то параметры смотреть, вот примерно там 300, 3200 контрактов, да, то есть, у вас, в принципе, вы смотрите по 3000 контрактов, ну, как бы, не супер много, но, в Сомалии, достаточно много, то есть, уже вы работаете с параметром выше 3000 контрактов, либо же 4, то есть, можете играться, в зависимости от ситуации, какая сессия идет, видите, 4000 тоже много, вот, вот, вот 3000, себе параметр для 15 минут, ставите, там, фильтр, где там, RTS, 15 минут, воля милит, вот, вот, вот полторы, видите, стоит, там, 3000, это, их там столько-то, полторы, их столько-то, то есть, и вы так работаете, с 5 минутками, с 15 минутками, если вы, например, для СМЕ, кошки надо, то есть, S&P, либо евро, там, либо, вычислить крупного игрока по статистике, нет, вы здесь, в воле миссарище, работаете с, тем, чтобы понять, объем, который сейчас прошел по рынку, выше нормы, либо же, обычный, вы же понимаете, что на рынке, там, если брать, сейчас, стакан какой-нибудь, ну, давайте, кластер, нет, кластер, чар, давайте, вот, я нажимаю стакан, вот, сейчас идет ликвидность, видите, 50-40, маркетмейкеры поддерживают, 90, по каждой цене, собрать S&P, в стакане ликвидность, там, видите, 1300, 1500, то есть, это они поддерживают ликвидность, то есть, понятно, что если за 15 минут проходит всего лишь ликвидность, которую поддерживают маркетмейкеры, значит, это, как бы, диапазон, который, ну, в принципе, для средняка, не больше, то есть, это уже понятно, но лимиты у меня стоят на 10 тысяч, на 7, то есть, если включить чисто фильтр по объему, то у нас такие вот идут параметры, видите, то есть, это точки, где там свыше 10 тысяч контрактов проходили сделки, можно поставить там меньше 7 тысяч, в зависимости от дня, потому что не всегда бывает суперсильная ликвидность, там очень мощная, вот видите, здесь 7 тысяч поставишь, вроде очень много параметров, вернее, сигналов, вот здесь крупный объем, здесь, 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 ну, везде вроде, это как бы 7 тысяч уже слишком мягкие параметры, да, то есть, это, ну, тоже нужно посмотреть, и себе выбрать, поэтому с VolumeSearch вы можете себе спокойно поиграться со статистикой, посмотреть, какие бывают объемы вообще по цене, по Total, вот, то есть, точно так же вы можете понимать, Total крупный, большой, это все, вот, можно делать VolumeSearch. Если вы, например, там будете S&P, там, евро, да, выберете там с 2 до 8.30, это будет статистика там по, по именно этому отрезку времени, да, то есть, без Америки, например, вот, то есть, у вас будет параметр Max Volume, вот, 2800, это самый топовый, таких было свыше 2600 штук, свыше 1600 было там 20 штук, свыше 1000 было столько-то штук, то есть, понятно, что это топовые, каждый день определенное количество 15 минуток проходит, и сколько было за этот контракт, вы примерно должны присчитывать среди, вы начните изначально с того, что вы должны себе вычислить среднюю ликвидность за сессию, по своему инструменту, вот, те объемы, которые проходят, сейчас покажу, вот, возьмем, например, там, не знаю, допускай, там тоже RTS, за дэй, вот, у нас идет ликвидность, это, total снизу, то есть, ну, вернее, нижняя гистограмма, вот, высокая ликвидность, чуть меньше, маленькая ликвидность, пик, скачок ликвидности, снова скачок ликвидности, минимальная ликвидность, то есть, такая бывает, там, несколько раз, в контракт весь, то есть, вы видите, как бы, растет ликвидность, падает, то есть, это тоже важные признаки, если ликвидность растет, там, тенденцию поддерживают, или же наоборот, рынок падал, и не особо, ну, никто не участвовал в этом, то есть, как бы, ликвидности особо и нет на этом снижении. Нет, мы не максимально выберем, мы берем всю статистику, сколько у нас было показателей, в таблице показывают примерно 2000 показателей, хотя бы, там, на 300, там, можно следить, там, на 400, на 400, то есть, вы должны примерно, посчитать, сколько 15 минуток, сколько 15 минуток у вас было за этот период, да, количество, да, в этом, в статистике будет показывать только 2000 строк, у вас 15 минуток может быть больше, ну, вот, смотрите, если там будет меньше, то тогда вы можете прямо брать там 23% от текущего, ну, вот, я взял за весь, ну, не это за это, это за день, ну, вот, если за весь контракт, то вот, сейчас, здесь, видите, здесь 2000 всего строк, то есть, их 15 минуток может больше, поэтому вы примерно прикидываете, где будет 20, там, процентов, 25, на какой строчке, то есть, если у вас было там 2500 15 минуток, то понятно, что эта строчка примерно такая, и берете не прямо, там, вот, 490 и все, играете с параметром, там, плюс, минус, уже смотрите, какой вам больше подходит, какой вам больше подходит. В нижнем блоке настроек, смотрите, если у вас, это, исходя просто даже из обычной математики, у вас за 15 минут, вы ставите лимит, например, там, 3000 контрактов, да, 3000, 3000 контрактов, да, что ж такое, 3000 контрактов, да, у вас в среднем, вы ставите на 15 минутам интервале, с шагом цены 10, можно просто даже прикинуть, что половина из них бит, половина из них аск, то есть, половина это полторы тысячи, дальше уже играетесь, плюс, минус 200, сколько это контрактов, можете там, чуть больше ставить 1000, например, да, пожестче, вот, то есть, видите, здесь как бы, 10000 ставлю и 7, то есть, половина от 7, это 3,5 и 10, это примерно 5, половина, я ставлю помягче фильтр, по 3, 3,5, вот так вот, то есть, ну, даже исходя из этого, можно уже математически просчитать, но опять же, я вас предупреждаю, если будут сильно жесткие параметры, то у вас будет мало, как бы, уровней, мало источника информации, если будут слишком мягкие параметры, то их у вас будет так много, что вы будете просто путаться, и для вас будет каждое движение каким-то супер событием, как будто там сейчас уничтожают просто рынок, байеры или салеры, поэтому найдите свою середину, то есть, я себе свою выбрал, вы себе можете свою, вы, например, скальпер, и вам нужны каждые 5 минут какое-то событие, да, то есть, источник, вот, мне, например, я не торгую там каждый день, там, 3 раза в неделю, там, 3 раза в неделю. Я внутри дня смотрю 15 минут. Кумулятивную дельту можете смотреть на любом интервале, ну, там, 5-15 минут, это не так важно, то есть, вы видите изменение тотала в течение дня. Так, ребят, я думаю, что вопросы исчерпались, плюс они у вас появятся после того, как вы просмотрите видео, сами немножко это все попробуйте прощупать, настроить, вот, и мы встретимся на следующем занятии в пятницу, единственное время в пятницу, мне нужно определиться. Так, время, давайте, 18.30. Подойдет вам 18.30? Если стакан не на базовом курсе. 18.30 подойдет? Нет, 19 мне тоже не подойдет. Либо в 21.30, либо в 18.30. Так, ну, хорошо, тогда в 18.30 я себе запишу, я все равно в пятницу не часто торгую, поэтому у меня там вечером на Америке будет свободное время. 18.30 у нас будут занятия по профилю рынка. Ну, и заодно там немножко ваших вопросов разберем. Стакан, что это такое, это все уже на курсах более другого уровня, level 2 или level 3. Вот, поэтому стакан мы на базовом курсе не будем рассматривать. Да, недельный обзор будет, поэтому он, как всегда, проходит 20.00, поэтому все, ладненько, да я тогда заканчиваю запись.